Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий, Крафтов Сергей. Сегодня хотелось бы с вами поговорить о том, какие противопоказания при грыжах, то есть какие основные моменты и ошибки вы делаете, которые вызывают у вас снова обострение грыж. Ну, в первую очередь хотелось бы сказать о том, что это бытовые различные нагрузки в плане огородов, подъема детей на руки женщины, особенно к этому склонны, то есть где-то что-то подняла на руки, подняла, естественно, с кривой спиной, несоблюдение биомеханики в подъеме различных, в общем-то, предметов, людей, котов. Реально у меня была пациентка, которая своего кота Майкуна, в общем, подняла как-то неудачно, потаскала его на руках, и потом у нее было, в общем-то, ущемление грыжи, и мы заново лечили все вот эти воспалительные процессы и так далее. Дальше из моей практики такое интересное, что может вызывать ущемление, причем достаточно острое. В общем, пришла к нам пациентка, и я не пойму, мы ее пролечиваем, то есть я им назначаю там препараты, мы очень удачно пролечиваем ей воспалительный процесс, он сходит, потом она ходит на массаж, у нее начинается рецидив. Странно. Ну ладно. В общем, смотрю, как бы одни и те же функциональные блокады, в общем, тоже там она ходила ко мне еще в сеансе мануальной терапии, устраняю функциональные блокады, воспалительный процесс не особо не выражен, в принципе, ей легче, уходит опять на массаж, массажисту. Опять какой-то рецидивчик такой, не яркий, но опять есть. И вот она ходит с этими рецидивами, ходит, говорит, доктор, когда же я уже поправлюсь? Я думаю, ну, наверное, я что-то делаю не так, это, в общем, я только тогда начинал свою практику, всегда я работаю с коллегами, профессиональными коллегами, такими с высшей квалификацией, отправляю к своему коллеге, она кандидат медицинских наук, она ее смотрит, ну, говорит, ну, парфу национальных блокад, в общем, ничего мы не находим, мы не можем найти причину, что вызывают у нее постоянные эти рецидивы. Пациентка утверждает, что она не занимается, особо не тренируется, ну, делал там какую-то лечебную гимнастику совершенно простую, всем показанную. В общем, я вывожу ее на откровенный разговор и говорю, вот, ну, расскажите, может быть, дети какие-то нагрузки, может, там что-то у вас, что-то вы поднимаете, полы там как-то моете, как вы моете полы уже, расскажите. Ну, то есть, я пытаюсь выяснить, где вообще причина. И она идет, в общем, идет на откровение, ну, в принципе, достаточно правильно. В общем, у нее во время половой близости с ее мужем, в общем, такая бурная половая близость в экстремальных различных местах, которые, в общем, называют у нее данные ущемления. Ну, удалось поговорить, убедить ее так больше не делать, вот, в общем, как-то ограничиться, поменять позиции, вот. И, соответственно, это привело сразу к нормализации, да, всех процессов. И, соответственно, мы сразу достигли полноценной ремиссии. Это я к чему, господа. Внимательно анализируйте все ваши положения, будь то какая-то интимная близость, будь то подъемы тяжестей каких-то бытовых, вот. И внимательно анализируйте вашу биомеханику, особенно если вы ходите в тренажерный зал. Дело в том, что в тренажерном зале, если вы взялись выполнять какие-либо упражнения, даже малейшие отклонения от этих упражнений, вот, точнее, от техники отправленной выполнения данных упражнений, сразу может привести к вашему обострению. И еще такой момент. Я очень часто встречаю, что тренера в спортивных залах, не имея медицинской квалификации, используют приемы мануальной терапии. То есть они берут своих клиентов, начинают их щелкать, хрустеть, там просто ротации делать. То есть у человека грыжа по вздошному отделу, тренер его кладет, делает ротацию. То есть все вот эти моменты, они противопоказаны даже людям, у которых нету грыж. А если, в общем-то, есть грыжа, тем более ни в коем случае, если человек не имеет медицинского образования и не знает, показаны, соответственно, когда показаны, не показаны, какие приемы мануальной терапии, это он уже годами учится, понимаете? То есть такого делать ни в коем случае нельзя. Вот, про силу нагрузку я вам сказал. В целом, вот такой небольшой спектр основных противопоказаний при грыжах. Я надеюсь, что вам было достаточно интересно. С вами был Medical Fitness, Кратцев Сергей. Пожалуйста, подпишитесь на канал, задавайте ваши вопросы в комментариях. Я думаю, что от этого мои выпуски станут более интересными. Я буду узнать, что вас беспокоит, что больше интересует. Может быть, даже разберу какой-то конкретный случай, если он будет достаточно интересным. Да пребудет с вами здоровье!